Сегодня мы продолжаем прочтение Евразийского экономического союза GMP стандарта. Главу вторую заканчиваем и сегодня в этой главе мы начинаем с обучения. Пункт 2.10. Производитель должен обеспечить обучение персонала, должностные обязанности которого предполагают пребывание в производственных и складских зонах или контрольных лабораториях, включая технический обслуживающий персонал и сотрудников, проводящих уборку, а также другого персонала, деятельность которого может оказать влияние на качество продукции. Пункт 2.11. Кроме основного обучения, включающего теорию и практику применения системы управления качеством и GMP, Каждый принятый на работу сотрудник должен пройти первичное обучение в соответствии со своими должностными обязанностями. Производитель должен проводить последующее непрерывное обучение персонала, периодически оценивая его эффективность на практике. Обучение персонала должно проводиться по программам, утвержденным соответственно руководителем производства, либо руководителем подразделения контроля качества. Производитель обязан хранить записи о проведении обучения. Пункт 2.12. Персонал, работающий в зонах, где контоминация представляет опасность, например, в чистых зонах или в зонах, где работают с высокоактивными, токсичными, инфицирующими или сенсибилизирующими веществами, должен пройти специальное обучение. Пункт 2.13. Пункт 2.14. При обучении должны подробно разъясняться и обсуждаться принципы фармацевтической системы качества, а также все меры, улучшающие их понимание и осуществление. Следующий подраздел в главе 2 – это гигиенические требования к персоналу. Пункт 2.15. На предприятии должны быть разработаны детальные программы по гигиене труда с учетом особенностей конкретного производства. Эти программы должны содержать процедуры, касающиеся здоровья, соблюдения гигиенических правил и требований к одежде персонала. Каждый сотрудник, обязанности которого предполагают пребывание в зонах производства и контроля, должен понимать и точно соблюдать эти процедуры. Руководство предприятия должно содействовать развитию программ по гигиене, которые следует обсуждать при обучении. Пункт 2.16. Лица, принимаемые на работу, должны пройти медицинский осмотр. Производитель должен утвердить инструкции, обеспечивающие его осведомленность о состоянии здоровья персонала, которое может повлиять на качество продукции. После первичного медицинского осмотра должны проводиться регулярные последующие медицинские осмотры персонала. Пункт 2.17. Производитель должен принять меры, обеспечивающие недопущение лиц с инфекционными заболеваниями или открытыми повреждениями на открытых участках тела к производству лекарственных средств. Пункт 2.18. Лица, входящие в производственные зоны, должны носить защитную одежду, соответствующую выполняемым в этих зонах операциям. Пункт 2.19. В производственных и складских зонах запрещаются курение, прием пищи, питье, жевание, а также хранение пищевых продуктов, напитков, табачных изделий и личных лекарственных препаратов. Не допускаются любые действия, нарушающие гигиенические требования в производственных помещениях или в других местах, которые могут оказать неблагоприятное влияние на качество продукции. Пункт 2.20. Необходимо избегать непосредственного контакта рук персонала с открытой продукцией, а также с любой частью оборудования, контактирующей с продукцией. Пункт 2.21. Персонал должен быть обучен правилам мытья рук. Пункт 2.22. Специальные требования, относящиеся к производству отдельных видов продукции, например, стерильных лекарственных средств, приведены в приложениях к настоящим правилам. Подраздел «Консультанты». Пункт 2.23. Консультанты должны иметь соответствующее образование, подготовку и опыт по вопросам, касающимся деятельности для консультирования в сфере, к которой они привлекаются. Следует вести их учет с указанием личных данных, адреса проживания, квалификации и виду услуг, предоставляемые этими консультантами. На этом мы главу 2 закончили и в следующем чтении мы будем прочитывать главу 3 «Помещение и оборудование». Продолжение следует...